Здравствуйте, здравствуйте, весы! Это Таро Прогноз для вас на этот октябрь. Меня зовут Лада. Давайте начнем. Сегодня у нас в инструментах целых четыре колоды Таро. Это Таро Души, классическая Таро Райдера Уэйта, Таро Светлого Провидца и самая позитивная из всех колод – это повседневная Таро Ведьм. Давайте начнем с золотой колоды. Попросим у нее этого же золота себе в октябре этого года. Кстати, начинается эра ваших дней рождений, поэтому поздравляю всех. Главное, чтобы этот октябрь, этот месяц и вступление в ваш личный год прошли самым веселым и самым легким образом. И первая колода, первая карта из колоды – это Тройка Кубков. Что ж, Тройка Кубков говорит как раз о том, что вы будете отмечать, наверное, свои дни рождения. Это о том, что у вас, возможно, будут какие-то корпоративы, вечеринки, встречи, девичники, мальчишники, свадьбы. Пойдете куда-то, пойдете что-то отмечать веселой компанией, в кругу близких, в кругу друзей. Поэтому месяц у вас начинается просто замечательно. Вторая карта из колоды – это Двойка Жезлов. Что ж, в принципе, эта карта логична, потому что вы входите в свой личный год и вы будете, наверное, строить планы на свой личный следующий год, да, с октября по следующий сентябрь. Что очень хорошо, потому что Двойка Жезлов как раз говорит про выбор, про выбор будущего, про выбор планов, каких-то идей, действий, целей, задач. Поэтому как раз самое отличное время для нумерологических каких-то разборов, для торопрогнозов на целый год, да и вообще для постройки каких-либо личных планов на это время. Ставьте цели, загадывайте желания, все сбудется. И последняя карта из колоды – это Императрица. Господи, какая красивая карта. Носите короны, все у вас будет в этом месяце плодотворно, счастливо и по-семейному, да. Императрица – это такая фигура матери, возможно, будете общаться со своей матерью, да, совершенно не исключено. Может быть, на работе или в каком-то коллективе у вас будет покровительница, да, какая-то наставница, советница, да, которая будет вам помогать. Возможно, строить планы или вообще в работе. Поэтому будьте внимательнее, будьте осторожнее. Кстати, в целом, Императрица может говорить и о каком-то плодородии, о каком-то получении тоже результатов, о каких-то премиях, да. Сентябрь закончился, третий квартал подошел к концу. Время собирать результаты своей деятельности, да. Посмотрим по второй колоде. Что же, что же там интересного будет? Первая карта – это двойка кубков. Что же, самая романтичная карта. Будете со своим партнером устраивать себе какие-то романтики, какие-то свидания, очень милые встречи. Это новые эмоции, это романтические встречи, это какие-то романтические знакомства, зарождение искренних чувств, да, полные чаши, какие-то интересные моменты, запоминающиеся. Не забудьте их как-то запечатлеть. Улучшайте отношения благодаря этому со своими нынешними партнерами, да, со своими супругами. Не теряйте момент. Октябрь, золотая осень – это очень красивое время. Вторая карта – это четверка пентаклей. Она говорит о том, что вы, скорее всего, на что-то копили, на что-то собирали деньги. И как раз пришел тот момент, когда их у вас достаточно, да. Если вы хотели что-то купить, что-то приобрести, что-то поменять – самое время. Потому что, если сейчас вы будете вот эти средства свои накопленные тратить, вы очень быстро их вернете и даже, возможно, либо приумножите, да, либо этот у вас капитал вообще просто увеличится, и у вас появится возможность копить больше, складывать больше. И последняя карта из этой колоды – это справедливость. Ну, что ж, знайте, что все в этом месяце у вас будет по справедливости, все встанет на круги своя. Все, кто что заработал, тот это и получит. Конечно, эта карта еще может указывать на то, что у вас могут быть какие-то судебные разбирательства и дела, но не переживайте, все у вас получится, все встанет. Справедливость встанет на вашу сторону, и все будет так, как именно это нужно по судьбе и карме. Третья колода – Доро Светлого Провидца. Давайте посмотрим, что же она нам интересного скажет на октябрь. И первая карта из колоды – это Девятка Чаш. Что ж, Девятка Чаш говорит нам о каком-то завершении какого-то этапа, да, у вас, возможно, проекта на работе или вообще каких-то личных дел, планов и так далее. Тогда, когда мы довольны своим результатом, своей деятельностью, когда мы просто довольны собой. Девятки – это полные чаши. Видите, уже тут персонаж прыгает от радости. Момент, когда можно собрать плоды, когда можно отдохнуть, когда можно похвалить себя, когда можно просто расслабиться и вот как раз подпрыгнуть и сказать, ура, я это сделал. Вторая карта из колоды – это Семерка Чаш. Здесь как раз Семерка Чаш, можно сказать, с двойкой жезлов немного коррелирует, потому что при постройке планов, а задумайтесь вообще, что вы хотите. Потому что Семерка Чаш, она появляется тогда, когда мы чего-то вот хотим, что-то хотим поменять, а мы не знаем, что. Вроде как кажется, что что-то вот, чего-то не хватает, что-то вот, что-то вот, что-то хочется, что-то вот, но мы не знаем, что. Поэтому осторожнее смотрите, какую сферу жизни, какую сферу деятельности вам хотелось бы поменять, подправить, улучшить, изменить. Стройте планы аккуратно. Сначала определитесь вообще с тем, а что вам нужно, а что же вы хотите. И последняя карта из колоды – это Пятерка Пентаклей. Здесь будьте осторожны, опять же, со своими желаниями, потому что, возможно, вам может показаться, что вы или кто-то загнал вас в угол, и вы заперты, не можете что-то с этим сделать. Но смотрите, кажется, что дверь-то заперта, а ключик-то вот он, поэтому просто осмотритесь, посмотрите вокруг. Возможно, решение какой-то проблемы или какой-то ситуации уже у вас прямо перед глазами. А вам надо только посмотреть по сторонам. И последняя колода. Давайте, самая позитивная колода, самая такая веселая. Пусть нам скажет, как закончится этот октябрь. Первая карта из колоды – это Шестерка Жезлов. Что же, это карта Триумфа Успеха и Победы. И здесь можно сказать, что, наверное, октябрь закончится у вас очень хорошо. Несмотря на трудности или какие-то сомнения, вы получите свой результат и успех признания людей. Видите, там сзади люди аплодируют главной ведьмочке. Она собирает свой букет цветов и свои награды. Давайте посмотрим. Вторая карта из колоды. И это Король Пентакли. Это Король Пентакли. Ну, смотрите. Во-первых, это человек, который уже чего-то добился. Это Король. У него все есть. Он доволен своим положением. И, возможно, эта карта характеризует вас как человека, который добился того, чего хотел. Либо идет прямо на пути к своим планам, к своим целям. Когда ты сидишь и понимаешь, что у тебя, наконец-то, есть все, что ты хотел. И ты можешь просто продолжать работать, наслаждаться жизнью и улучшать свое качество жизни. Возможно, вы познакомитесь с каким-то Королем Пентакли. Таким не очень эмоциональным, довольно практичным человеком. Земных знаков зодиака. Осмотритесь вокруг. Возможно, кто-то уже есть рядом с вами. Кто обратит на вас внимание, как раз по двойке кубков, может быть, этот мужчина уже рядом. И позовет как раз вас на это свидание. Да. Посмотрим дальше. Может быть, это человек, который поможет вам в работе. Может быть, это ваш какой-то будет партнер по проекту, по планам. Да. С которым вы как раз и будете по шестерке жезлов собирать плоды. Результаты своей деятельности. И последняя карта – это повешенный. Ну, что ж, можно сказать. Здесь, конечно, есть несколько путей. Первый из которых у вас, может быть, возникнет до конца месяца какая-то ситуация, которая будет нуждаться в длительном решении. А может быть, может быть, это как раз иной взгляд на мир, на работу, на все ваши сферы жизни. Может быть, это поможет вам в семерке чаш определиться с тем, что же вы хотите. Потому что, когда вы строите планы, посмотрите на свои планы, на свою жизнь под другим углом. Как вот повешенный смотрит теперь снизу вверх, а не сверху вниз, так и вы можете посмотреть на свою жизнь совершенно по-другому. Посмотрите, встаньте на место своих близких, посмотрите, как они, может быть, видят вашу жизнь, что они хотят, что вы хотите поистине. Может быть, эта карта еще означает, что вы где-то находитесь в роли жертвы и выбираете не себя, а желание других. Опять же, да, по семерке чаш, когда мы строим планы, может быть, опять же, и по повешенному, что мы строим планы, исходя из желаний других, близких, родителей, супругов, детей, а не из того, что мы хотим. Подумайте, подумайте над тем, что вы делаете, как вы делаете, что вы хотите, куда вам двигаться и так далее. Так что вот так вот такой вот у нас расклад получился. Я желаю вам этот октябрь пусть будет самым лучшим. Помните, что в этом году у нас только один октябрь, и его нужно использовать по максимуму, не теряя ни дня и даже ни минуты. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока!